Привет, друзья! Привет! Дело в том, что я общаюсь с очень большой аудиторией по интернету. Наша школа всё время разрастается. Для новичка могу сказать, школа человек будущего Homo Futurus. Для развития тех качеств и способностей, которые вообще-то в принципе в процессе нашей эволюции должны быть у человека через сотни или тысячи лет. Они имеются в виду, там, космолёты, там, технические решения имеются в виду именно эволюции человека. Как человека мыслящего, чувствующего, созидающего, сопереживающего, быстро восстанавливающего и который в условиях неопределённости может саму неопределённость взять точкой опоры. Это удивительная постановка вопроса. Взять точкой опоры саму неопределённость. Задумайтесь. Так вот, вебинар, который мы сейчас будем проводить об омоложении, там я постараюсь и смогу, я уверен, создать такую психологическую атмосферу. Когда снимаются блоки, шаблоны, стереотипы мышления, страх, ошибки, получится, не получится, открывается такая, условно говоря, сверхпамять, сверхобучаемость, сверхвозможности. За короткое время, за час, за два, за три освоить такой большой объём информации и научиться и потом это применять, в любой момент снимать стресс, омолаживаться, включать эндорфины и ту группу гормонов, которая активируется, которая характерна для ваших участков жизни, когда вы были молоды. Или для тех, которые молоды, чтобы сохранять драйв молодости и быть позитивным во всех случаях жизни, быстрее находить неординарные решения. Но вы там это ещё увидите и получите всё это. Но я хочу сказать, что сама атмосфера, в которой это будет происходить, когда вы выйдете в Zoom, который мы сбросим там во время трансляции, сама атмосфера, она ведь не мной придумана. Это атмосфера, которая называется вообще-то освобождением. Это атмосфера интенсивного обучения, когда за очень короткое время можно получить очень большой объём информации. И когда разум открыт для всего нового, не заблокирован. То есть мы там снимем блоки, раскрепостимся, освободимся от зажатостей, выйдем на состояние ощущения своих возможностей, уверенности в себе. И вдруг увидите, что получается. Это удивительно. И потом вы будете жить ещё дольше, чем могли бы жить, потому что вы сможете всё время восстанавливать из себя вот эту внутреннюю аптеку. Вот этот получать и драйв молодости, и сам гормональный баланс молодости. Да, всё это там будет. Но у меня просьба к вам. Поскольку я, как сказал, с большой аудиторией общаюсь, я не всегда могу вот в WhatsApp или в Viber отвечать на ваши вопросы. И вот когда мы проводим вебинары, пожалуйста, все пишите только на электронную почту. И мне легче там будет. Там помощник посмотрит, который мне добровольно помогает и поможет. Я же не могу. Вот я должен для вас полезный контент сделать. Это первое. Во-вторых, почему я всё время ставлю картину? Я каждому вебинару стараюсь или к ликбезу бесплатному, который тоже 2-3 часа идёт, тоже выходите в Zoom, тоже задаёте вопросы. Я какую-то картину рисую и ставлю. Но это наслаждение шампанским, это именно для вебинара омоложения. Что вы будете теперь получать кайф без всякого шампанского. А именно включая вот эти вот внутреннюю аптеку. Мы не занимаемся лечением, мы занимаемся только профилактикой различных проблем, обучением человека выходить из стресса, этого неуправляемого транса, переходить в нулевое состояние, из нулевого состояния в поток, во время деятельности или в восстановлении, да, или в открытии новых каких-то идей, озарений. Ну, короче говоря, это такой механизм, который мы обучаем в нашей школе, человек будущего, хомофутурс. Но я хочу вам сказать, очень много больных, которые нам пишут и звонят, повторить, мы не клиник. Хотя врач, психотерапевт был, рефлексотерапевт, заслуженный врач, психолог, писатель, рисую картины и так далее. И поэтому, если еще кто-то выходит ко мне, там, пишет, начинает со мной спорить, там, чего-то, в первую очередь я хочу сказать, и вы подумаете, а ты что-то сделал в жизни? Сам что-то сделал? Поделись, пожалуйста. И мы тебе пожмем руку, потому что мы общаемся на уровне человечности. Да, потому что общечеловеческие ценности, любовь, сопереживание, созидание, сочувствие, сотрудничество, мы в нашей школе все время утверждаем и развиваем. Чтобы был диалог у нас человеческий. Да, человеческий. И тогда все получится. И мы вместе. Это сила. Да, конечно. А теперь я вам хочу, я попросить хочу, попросить. Значит, я сейчас провожу маленькое научное исследование, как связано асимметрия и симметрия лица, тела и так далее с чувством тревожности. Такая постановка задачи. Я решил поставить такую задачу и найти корреляцию, есть или нет. У некоторых, может быть, есть, у некоторых, может быть, нет. Не грузите себя этим. Потому что есть внушаемые люди, которые раньше об этом не задумывались, теперь начнут думать, искать у себя тревожность, и начнут быть тревожными. Не надо, не надо, не надо. Спокойнее к этому относитесь, по-ученому. Итак, посмотрите на уровне лица, на уровне тела, может быть, группа мышц там разная, может быть, руки разные, там может быть, лицо разное, а может быть, наоборот, себе тряснее. Ну, посмотрите, связано это как-то с тревожностью или нет? У кого-то, может быть, нет, у кого-то, может быть, есть. Напишите, пожалуйста. Да, здесь, в комментариях, под роликом. Итак, друзья, до встречи на вебинаре. Субтитры создавал DimaTorzok